МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При этом единственная российская знаменитость, которая участвовала в глобальном рейтинге Форбс, в этом году из него вылетела. Это Мария Шарапова. Известная теннисистка попалась на допинге, из-за чего ряд спонсоров расторгли с ней контракт. В результате Шараповой удалось заработать в этом сезоне почти 22 миллиона долларов, что почти на 5 миллионов меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, она остается абсолютным лидером списка российских знаменитостей. На втором месте певец Григорий Лепс. В пятерку знаменитостей также вошли деятели российской эстрады Сергей Шнуров и Филипп Киркоров, а также хоккеист Александр Овечкин. Эксперты отмечают феноменальные успехи Сергея Шнурова. Лидер группировки «Ленинград» всего за год поднялся на 25 мест. Такими темпами уже в следующем году он может обогнать Шарапову. Средний гонорар Шнура за один концерт – 100 тысяч долларов. Впрочем, рейтинг «Форбс» учитывает не только доходы звезд, но и известность, количество упоминаний в СМИ и запросов в поисковых системах. Если же считать только деньги, то Овечкин на втором месте после Шараповой. Его коллега Евгений Малкин на четвертом, Лепс лишь на пятом. Поклонницы Стаса Михайлова сначала и вовсе не обнаружили своего кумира в списке, хотя потом певец все же нашелся на 21 месте. Это при том, что еще в 2011 году Михайлов был лидером рейтинга. За пять лет доходы российского исполнителя упали в 10 раз. Больше познавательной информации на мультимедийном портале мир24.tv с нами интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!